Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Вы смотрите программу «Влияние». У нас будет интересная программа. Я предоставляю Алекса Чернецкого. Алекс, приветствую. Приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад сегодня находиться здесь в студии. Доброе утро, да. Накануне такого величайшего праздника «День отца». Это хороший праздник. «День отца». Мы делали анонсировку, друзья, и знаю, что к нам присоединяются очень много разных семей, разного возраста, отцы, матери, даже дети, молодежь. Есть что-то общее, о чем мы будем говорить, это отцы. Поэтому позвольте искренне поздравить с наступающим этим великим праздником. Он хорошо празднуется, приятно празднуется в этой стране, где мы проживаем, Алекс. То есть чтят отца. И это хорошо. Добрая традиция, я слышал, принимаема уже в других странах постсоветского пространства русскоязычного. Но тем не менее, друзья, позвольте, если вы христианин, я поздравляю искренне вас. И желаю обильных божьих благословений. Если вы еще не христианин, но вы отец, оставайтесь с нами на импакте. Мы будем говорить о том и показывать добрый, положительный образ на примере нашего отца. Кем должен быть отец с точки зрения Библии, с евангельской точки зрения? Что Библия говорит об отце? Характеристики, качества, критерии. То есть все это в этой часовой программе. Верю, что это будет огромным благословением для многих из вас. Да, Алекс? Да, я также хочу поздравить всех телезрителей, которые сегодня нас смотрят. Всех отцов, пап, отец, папа. Ты знаешь, есть такое слово еще папочка. Ну да. То есть кто-то вкладывает в это слово тоже особый смысл. Я вот, готовясь к этой передаче, узнал, что Авраам или Авраам имеет значение высокий отец. Не просто отец. Множество народов или всех народов. Это высокий отец. Ты знаешь, Юрий, печально в последнее время сознавать, что такое высокое имя отец, Бог создал сначала отца Адама, а потом Еву. То есть отец был первый. И мы знаем, что буквально недавно отец всех народов, был такой человек, называли его отцом всех народов. А в последнее время еще можно видеть такое явление, как два папы или две мамы. А это еще хуже. Это еще хуже. То есть, но мы, христиане, понимаем, что отец, это есть отец. И приятно сознавать, тем более я являюсь отцом. И мне приятно, когда отмечается в Америке день отца. Это приятно. Это очень хорошо. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами на импакте. Сейчас будет небольшая песня, посвященная вам. И в период этой песни, во время, пожалуйста, позвоните тем из ваших друзей или родственников, или отцов. Позвоните, скажите, чтобы они присоединились к этому эфиру. Прямой эфир, поэтому присоединяйтесь. Поэтому через несколько минут мы снова встретимся с вами. Будьте благословены. В мире много стихов и песен посвящается матерям. Тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, Кто участвует в жизни нашей, его имя простое – Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сон и покой. Придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, Чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, Все же очень твердо знаю, в сердце глубоко, Что на свете без отца нелегко. Твои волосы чуть посидели, и морщинки легли на лицо, Но все так же ты сильный и смелый, Остаешься мне нужным отцом. И все та же уверенность взгляда Придает мне стабильность везде. Знать, что папа есть в жизни рядом, Это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, Все же очень твердо знаю, в сердце глубоко, Что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. Я люблю тебя, и хоть часто не могу это вслух сказать, Все же очень твердо знаю, в сердце глубоко, Что на свете без отца нелегко. Друзья, мы в прямом эфире, спасибо, что вы остаетесь с нами, Поэтому вы по тематике этой песни, вы поняли, Мы будем вращаться вокруг этой темы, То есть отец, все, что связано с отцовством. Ну и, Алекс, было бы очень правильно, Это мы и сделаем, Когда мы не столь будем говорить о чужих отцах, Мы будем, наверное, уделять 90% нашего времени сегодня Относительно того доброго примера, как я говорил, И образца той модели, в хорошем смысле этого слова, Кем является наш отец, так скажем, Михаил Леонтьевич. Михаил Леонтьевич, да. Он еще живой. Он еще живой, живет и здравствует. Да, Господь дал ему долголетие, Так же и маме. Сегодня утром я имел завтрак в родительском доме, И мама забыла поставить, Она принесла все, что связано с этим завтраком, Не то, что забыла, Она, может, думала впоследствии поставить стакан, Но не вина, стакан не вина, Стакан компота вкусного, Потому что в христианских семьях, В наших семьях, дорогие соотечественники, Мы не практикуем употреблять спиртные напитки. Так я в сторону сделал ремарк, И вот, и вижу, отец идет со стаканом компота, Видно, он заметил где-то, Хотя в стороне был, И поставил мне стакан компота, Для того, чтобы я не подавился вкусным бутербродом. То есть мы видим нашего отца постоянно, Постоянно, уже на протяжении многих лет. И приятно осознавать, Что отец наш, как я уже сказал ранее, Живой, и здравствует, И мама также, И ты знаешь, как ты сказал, Что зачем нам говорить за каких-то других отцов, Если у нас есть свой отец, С которым можно взять пример. Я думаю, действительно, Пример достойный подражания, И приятно осознавать, Что его жизнь оказывает на нас влияние, На нас всех детей. Ты знаешь, в одной из церквей, В одной из церквей я сделал такую ремарку, В проповеди прямо, В одной из известных церквей в Америке, О том, что лично я являюсь продуктом, Но не в смысле фрукта или овощи, Но в смысле продуктом молитв отца и мамы. Я думаю, ты скажешь то же самое в унисон мне. Наверное, из сыновей я был не самый из блестящих в молодости, Не самый из самых таких примерных, И глядя на которого можно лицезреть саму доброту. То есть в 14 лет, в 15 в роли подростка, Так скажу, вот больших грехов не делал, Но одним глазом я смотрел на, Что называется, фантомас разбушевался. Ну, ты как-то однажды говорил, Даже не однажды, Ветер в голове был. Фантомас разбушевался, я заглядывал. В таком возрасте многие имеют ветер в голове. И это, и вот почему продукт? Потому что, потому что действительно Тот пример отца и мамы, В данном случае мы говорим за отца, Он на меня и на тебя, на всех нас повлиял И оказал громадное, огромное значение. Ты знаешь, кстати, размышляя перед программой, Я вспомнил обращение апостола Петра, Первое, первые главы. «Знаешь, что нетленным серебром или золотом Искуплены вы от суетной жизни, Преданной вам от отцов». Это не о нашем отце. Когда здесь написано «суетная жизнь», Это имеется в виду греховная жизнь. То есть это не о нас с тобой. Это слово не о нас с тобой В контексте того, что отец нам Греховную жизнь не передал. То есть апостол Павел говорит Нетленным серебром, там Петр развивает Мысль, что человек по своей натуре Он принял греховную жизнь от отцов. Но, если говорить в контексте нашей беседы, Мы не видели со стороны нашего отца Ничего подобного то, Что можно охарактеризовать Как какая-то пагуба, грех Или все, что связано с негативом. Ты знаешь, Юрий, вот уже отцу нашему Восемьдесят с лишним лет Восемьдесят с лишним лет Восемьдесят четыре Ну, будет восемьдесят четыре И сознательная жизнь наша вот с тобой Примерно, ну, когда мы начали понимать уже Подросли Примерно лет, я думаю, шестьдесят пять Ну, может быть, семьдесят, да? И вот, ну, возьмем семьдесят лет Ну, да За семьдесят лет, сколько вот мы с нашим папой Я ни одного не слышал И ты также, и из детей Никто не слышал какого-то вульгарного слова Никто не видел, как ты сказал Рюмку, стакан с вином, с алкоголем Это исключено Никто не видел папиросу в его руке И не из-за того, что это был запрет Это было что-то другое, Алекс Что это было? То есть это не было то, что Это был просто запрет Которому объяснения нет Это что-то другое, чем просто запрет законов Которым следовал отец Ну, это надо сказать, что отец с детства верующий С самого детства А передал ему веру его отец Наш дедушка И как ты читал от отцов Если брать на поколение отцов Было же много всяких отцов Даже если мы в царство читаем Отец был такой Сын ходил другими путями И наоборот То есть это же за столько тысячелетий Сколько прошло отцов И плюс к этому Подтверждение твоих слов Очень много мест в Старом Завете Говорит Бог отцов Даже Господь говорил Я Бог отцов ваших Выведший вас крепкой рукой Из земли египетской И когда пророки даже говорили И Моисей говорил Бог отцов ваших вывел И в последствии Когда пророки говорили Что то есть Един Всемогущий В одном лице Бог Который вывел отцов ваших То есть Мы можем сказать Вот так скажу Наверное Уверенно Что мы служим Богу нашего отца Я думаю Это будет правильно Это будет правильно И Богу наших Дедушек Совершенно верно Потому что Как я сказал Отец действительно Христианин с большой буквы То же самое Можно и за маму сказать Но поскольку Мы говорим за отца То я вообще Восторгаюсь И восхищаюсь Своим отцом И нашим отцом Потому что это наш отец То что он передал Для нас Это дороже Всех миллионов В мире То что он передал И не только нам Потому что Передать веру Это очень много значит И если ты помнишь Любимое выражение отца Когда он нас собирал Помнишь Еще на Волынске Он часто нам говорил Вы знаете истину Вы же знаете истину То есть Ты знаешь Был у меня какой-то такой момент В школе Вот как ты говоришь Хотя я тоже В мире не был Ну знаешь Подростки есть подростки И он тоже нам говорил Может быть не только он И другие говорили родители Но я помню Он говорил Им Можно Тебе нельзя Помнишь да Ну да Им можно Тебе нельзя Потому что ты христианин И вот Такое воспитание Какое мы получили С детства И потом у молодости Оно Остается И по сей день Я уже сам отец И я так воспитываю Своих детей Ну ты знаешь В глядя наших родителей Мы можем Порассуждать Так один на один Вот Чтобы никто не слышал Один на один Мы с тобой говорим Вот В узком кругу О том что На примере наших родителей Я видел сочетание В какой-то мере Строгости отца И Мягкости мамы Мягкости И любеобильного отношения мамы Вот это вот Такое сочетание Оно Оно очень правильное Оно было естественно И В этом я вижу Вот Уже Наше становление Становление Уже как В свое время Как христиан Уже как взрослых Уже как Сформировавшихся Вот В нашем мировоззрении Христианском Я вижу В этом успех Потому что Если Две стороны Очень строгие Это может Чревато быть Очень серьезными Последствиями Можно пересолить Пересолить Совершенно Или очень мягкие Тоже Я как-то Говорил маме Наверное Маловато Прикладывал Не вы А отец Маловато Ко мне прикладывал Вот Если бы больше Может прикладывал По заднему месту Может я еще лучше Был бы Не знаю Юрий Я свидетель Тому что ты говоришь Смотри Я за свою жизнь Единственный раз Помню Что папа Меня наказывал ремнем Знаешь когда это было? Нет Когда я в школе немножко Я вообще был Круглый отличник А потом начали С соседями там Строить Будды И ты четвертый Получил И он дал тебе ремня И мои Оцельки Грейтс Как говорят в Америке Went down И ты знаешь И он Однажды За всю жизнь Взял ремень И так Приложился Приложился Витамин Р Как говорят Да А в тот момент Мама видя это действие Начала бегать И забирать ремень То есть он меня бил А она бегала И хотела забрать ремень То есть правильно ты говоришь Это если нас сегодня смотрят Несмышленыши Я их называю Но вот Несмышленыши Такой Переходной возраст Полудетский Детский Даже юношеский Если отец Будущий христианином И видя ваши Ваши Какие-то шалости Какие-то Если он прикладывает ремень Не отвергайте этого Дисциплинирования Это правильно Не отвергайте Потому что Если отец этим пренебрегает Значит он пренебрегает Наставлениями По Библии Розга Начинается одинаковое ремень Розга Итак мы продолжим нашу тему И Алекс Наш отец Имел очень Нелегкое Скажем Тяжелое детство Но что-то В его иммунитете Ко греху Что-то было такое Иммунитет Ко греху Что сохранило Ты называл это веру Вот этим иммунитетом К тому Чтобы потом состояться Уже как христианин Как отец Как глава семьи У нас наверное Глава семьи Это отец более Чем мама Или мама тоже В своем мире Я думаю Каждый на своем месте Каждый на своем месте Они без друга не могут Совершенно верно Вообще семья Муж и жена Господь ошибок не делает Если он создал Ячейку семья Значит все на своих местах Конечно Если бывают случаи Когда нарушается Нарушается Насколько мы с тобой Благословены, Алекс Глядя на жизнь Своих родителей Которым уже за 80 Каждый из них Водит машину Мама утром Если молитва Если вечером молитва Или собрание Она села уехала Ты знаешь Мы настолько привыкли К этому Настолько привыкли Что родители наши Еще ездят на машине Но если так вникнуть Это же благословение Видеть своих родителей Не просто там Ходить пешком С палочкой Они без палочки еще Да Не носят Не имеет отец палочки Если бы Если бы наши зрители Зашли на огород Нашего отца С помидорами Это было в шоковом состоянии Да Там огород Хороший Хороший огород Вот И поэтому смотри В книге отца Отец описывает О своем Детстве Ну я хочу сказать Что наш отец Остался В 10 лет Сиротой Круглым Без отца Ну мама умерла Чуть позже Я думаю Телезрители Помнят Историю Может быть И читали книгу Если не Не все То некоторые читали Блаженный и знанный за правду Он здесь Описал подробно То есть это он издал ее в Америке Да в Америке Блаженный и знанный за правду И поскольку мы перешли к нашему Вот мы говорим Почему Да Стоит вспомнить нашего дедушку Леонтия Степановича Которого арестовали 18 марта 41 года Это было в Хмельницкой области И я думаю Что может быть Телезрители увидят Как это было Отец сам рассказывает То есть отец расскажет Да Мы это сделаем Друзья Мы перейдем на небольшой ролик Воспоминания нашего отца Это Михаила Леонтьевича Относительно того Что же произошло 75 или сколько лет назад В той деревне Где отец родился Поэтому оставайтесь с нами На импакте 18 марта 1941 года В 4 часа утра В двери Леонтия Степановича Чернецкого Кто-то громко постучал Отец вышел в Сене Спрашивает кто там Ну ответил один чекист Что мы органы Власти пришли проверить Нам поступило заявление Что вы храните оружие У нас имеется ордер на обыск Поэтому хозяин открывай Отец ответил Что вам кто-то неправильно Сказал или доложил Оружия у меня нету И не могло быть Я этим не занимаюсь Ну в ответ Человек За полсторонной двери Сказал Открывай хозяин Мы здесь не будем дискутировать На улице еще зима Отец открыл дверь Они вошли А какой сон снился отцу Перед этим Расскажите пожалуйста Мне уже мама Уже мама потом рассказывала За неделю до этого ареста Отцу снился сон Что он ешел по дороге гладкой И вдруг по одну сторону Какой-то сад А по другую сторону Какие камеши, кусты И с этих камешов Выбежала черная собака Кусила отца за руку И потянула эти кусты Это он рассказывал маме Они Ну просто рассуждали Что за сон такой тревожный Тревожный Ну не могли они его разуметь Но отец сказал Анна не будем скорбеть Все в руках Божьей Этот инковидист Пришел и два милиционера И два понятых взяли Соседи И делали обыск Обыск сделали Значит в комнате У нас было шесть школьников Много тетрадей Книг Они все переворачивали Искали все Все книги И бросали на кучу На пол Все перевернули В комнате Долго они там Копались В этой книге Искали Но ничего же не могли найти Там ничего же не было Такого Учебники Вы пишете Три часа длился обыск Да Потом мы пошли В другую комнату Там мы спали В спальне Печка там И кровати были Он На такой лежанке Лежала Библия Он взял эту Библию Посмотрел Вот Вот это оружие Которое мы искали Потом еще Там лежали письма От дяди Романа Который жил в Америке Отца брата О вы еще и связи имеете С Америкой Забрал эту Библию Эти письма Пошли туда В комнату большую За стол Он Написал Акт Ну и потом Отцу говорит Что Надень хозяина Эту одежу Мы пройдем Сейсовет Ну мы поняли Что это Мы все вскочили Начали Ну плакать Это А они Что вы плачете Отец сейчас Вернется назад Но отца Отец не вернулся Забрали ее Отвезли в полонный В тюрьму Алакс Что же дальше было? Как папа говорит Что Увели отца И он больше его никогда Не увидел В 2011 году Мы ездили Помнишь В Украину И находились На тех местах Нам папа Рассказывал Где Ту улицу Показывал Где Увели Его отца И помнишь Мы шли по той улице Она правда Уже вся заросшая Но Тогда тоже Мы переживали В то время Интересно Я вот здесь Хочу пару отрывков Прочитать В книге Папа пишет Он здесь пишет В третьей главе Прошло несколько Десятилетий В полной Неизвестности О судьбе Моего отца И хотя Я тогда Уже жил В Донецкой области Но очень часто Приезжал в свою деревню Наместить родные места Ко мне подходили Мои бывшие Односельчане И делились Воспоминаниями Об отце А также О человеке Предавшем его Но о том Что все-таки Что же все-таки Происходило В нашей деревне На самом деле И о дальнейшей Судьбе Моего отца Я узнал Намного позже То есть В то время В 41 году Они не знали Что произошло И он дальше Пишет так Перед самым Отъездом в Америку Я приехал в свою деревню И решил пройтись Вдоль реки Там на берегу Я встретил старика Закинувшего удочку В воду И ожидавшего улова Я подошел к нему Поздоровался И спросил Как рыбалка Клюет понемногу Старик молча Указал мне На рядом стоящую сумку Там было два карася Каждый весом В полкилограмма И один чуть-чуть Больше ленок Вдруг старик Внимательно посмотрел На меня И спросил А ты чай будешь? И не дожидаясь Ответа сказал Мне кажется Ты похож на своего отца Я улыбнулся И спросил Кто же мой отец? Он ответил Леонтий Чернецкий И здесь Возле реки Этот старик Рассказал Нашему папе Что произошло Дальше с отцом Оказывается Уже там В тюрьме Сидел тоже Один Однофамилец Чернецкий И он Он был свидетелем Последнего Последних моментов В жизни Уже дедушки Леонтия В Челябинске Перед расстрелом Перед расстрелом Оказывается Он встал в камере И начал проповедовать О Иисусе Христе Сокамерником И по-видимому Надзиратель услышал Или как И пришел в камеру И сказал Собирайся И об этом Возле реки Все рассказал Этот старик Но что мне интересно Вот здесь Что на меня повлияло Это папа Уже дальше пишет Это папа Пишет После этого рассказа Словами не передать Что чувствовал я Тогда на берегу реки Вдруг Жуткие воспоминания Прошлых лет Всплыли передо мной И мне показалось Что я вновь Маленький Девятилетний мальчик То есть ему 9 лет Даже 10 не было Вот я стою В оцепенении У калитки Родительского дома И смотрю Вслед уходящему Под конвоем Любимому папочке Я стою И тихо плачу Рядом со мной Всхлипывают Мои старшие Сестры И брат Рыдает мама Вот мой Любимый папочка Оглядывается В последний раз И его стройный силуэт Скрывается Из нашего вида Папочка Я верю Что ты вернешься Я верю Что вновь Увижу тебя Ты вернешься И все у нас Будет хорошо Ах Если бы я Только знал Тогда Что уводили Его от нас Навсегда Грусть Вновь Холодной волной Нахлынула На меня И слезы Медленно Покатились По щекам Вдруг Мои воспоминания Сломно туман Рассеялись И рядом со мной Уже не было Ни сестер Ни мамы А только старик Мой собеседник Я сердечно Поблагодарил его За ценные сведения Ну еще бы Такие сведения Старик ему рассказал Спустя столько лет Теперь я знал Что последние мгновения Своей жизни Мой отец провел Совершая великое поручение Возлюбленного им спасителя Проповедовать Евангелие Всей твари Да, папа Теперь я твердо знаю Что вновь увижу тебя У ног нашего Господа Иисуса Христа И что интересно После этого рассказа Отец С сестрой Ириной И И с мамой Поехали в Челябинск Там где И нашли ту тюрьму Потому что Так получилась Все таки ирония Наш меньший брат Павел Служил в Челябинской В армии 50 лет спустя Служил Отец попал туда Да И папа с мамой И с Ириной Поехали туда И там одну женщину Встретили Которая им рассказала За эту тюрьму Ну там уже может быть Той тюрьмы нету Но Она Об ужасах происходящих Ее отец кажется Рассказывал Как один старик Вывозил С этой тюрьмы На лошади Постоянно Тела Накрытые брезентом То есть Отец узнал То что произошло То есть Отец узнал О бесчинствах И беззакониях То есть Сатанинской Сатанинского режима Дьявольского А вот Который столько людей погубил И которого Называли Отцом народов Хотя он был отцом Мы понимаем Не народом А отец у него Дьявол был Он был сыном Своего отца Вот Мы Мы говорим Мы говорим О этом Пагубном Тысячи Тысячи И десятки Тысяч Рожденных Свыше Отцов Сегодня Мужчин Скажут В унисон Что ни единожды Они не поколебались В вере Они не пошатнулись Даже лишившись Своих родных Близких Оставшись Круглым Сиротой Но что-то Невидимое Но Мы понимаем Бог невидимый Но близкий Такой реальный Он сопровождал И сопровождает Наших родителей До последнего дня И та ночь Осталась в памяти Это получается Уже 18 марта Это уже 19 Получается Хотя нет 18 Потому что утром Пришли 4 часа утра И возвращаясь К ранее Вопросу Который ты задавал Что именно Повлияло на отца Вот это и повлияло То что мы сегодня говорим Безбожная власть Сколько людей погибло Не только Наш дедушка Ну да А сколько таких Представ Детей Жен Матерей Стояли И в последний раз Видели своих отцов Своих Своих отцов Своих мужей Которых уводили НКВД Это был настоящий геноцид В свое время Гитлер Делал геноцид Против еврейского народа Против Евангельских христиан Против верующих Против служителей церкви Против проповедников Евангелистов Как мы говорим Кем и был наш отец Служителем слова Это был настоящий геноцид Верхушки Против собственного народа И против тех Которые По большому счету Являлись И являются По сегодняшний момент Самым Самым лучшим примером То есть Самым лучшим примером Того Кем должен быть человек Как гражданин Как гражданин И они Служили Господу До конца Сколько людей Вот Это как мы говорим Отец всех народов В кавычках Погубил Но Веру не смог забрать Погибли В тюрьмах В лагерях Но Веру сохранили И вот эту веру Сохранил наш отец В лице дедушки Дедушка ему передал И он эту веру Пронес И несет до сегодняшнего дня Как ты передаешь Аллакс Своим Тебе трое Мушкетеров Как ты передаешь То есть Ты состоялся Как отец Ты считаешь Я думаю Что я состоялся Почему Потому что Было время Когда я сеял И я теперь вижу Плоды Хорошие плоды И У меня трое сыновей Уже Трое дочерей Это жены Моих сыновей Уже все женатые А также Уже есть У нас Пять внуков Но троих уже забрали В Украину Старший сын уехал В Украину Забрал Свою жену И трех внуков Но Ты Приложи толкование Не уехал Не понравилась ему Америка Ему Америка нравится Он уехал Проповедовать Евангелие То что делал Его Дедушка Прадедушка То что мы делали В свое время В Украине Начиная с 2000 года Мы кстати Ездили В Мельницкую область И неоднократно Не раз Ездили И проповедовали Евангелие Вот То что Христос Повелел нам делать И старший сын Спустя столько лет жизни В Америке 25 лет И что-то На год уехал Побудило его Уехать на год Со всей семьей Со всей семьей С малолетними Да Даже с младенцем Да И получается Пока на год А потом он мне По секрету Сказал Господь может Командировку продлить Ты посещал их Да Я знаю И самое интересное Что самый меньший Внук наш Который Вырос на наших глазах Ему было годик С лишним И он Уехал И мы Когда он уехал Когда они уехали Мы даже с женой Сплакнули Даже плакали Он ходил со мной Почту забирать Вот вдруг Мне самому Надо идти почту забирать Но это что касается детей Вот Так что Ты спрашиваешь Или я состоялся Знаешь Юрий Я понимаю Что Если На нас Отцов Возложена Ответственность Воспитывать детей Не только на отцов И на мам Но на отец Это глава семейства И сейчас у нас В нашей ладье Я посчитал Вместе с женой 13 человек 13 человек И я благодарю Господа Что все верующие И верю Что и внуки Будут верующие Вот это называется Передать веру Каким образом Я передавал Уже живя в Америке Веру Я тебе скажу Или всем Скажу телезрителям Когда мы приехали Сюда на запад Ты помнишь Было время В Советском Союзе Когда Вся наша страна Была закрыта Железный занавес Нельзя было Никуда уезжать Правда В Польшу мне Удалось съездить С дедушкой Как к нашему дяде Но никуда Нельзя было Уезжать На запад Все было Закрыто И представь себе 25 лет назад В 89 Маду мы с тобой В числе первых Приехали в Америку На запад На запад И когда Мы привезли Как в Одневске Говорил Самое драгоценное Что мы привезли Сюда Это не самовары И подушки И одеяло А детей наших И здесь В Америке Нужно было С самых первых дней Узнать В этих джунглях Разобраться Какие здесь опасности Если мы едем В Африку Или в какие-то Другие тропические страны То мы наверняка Змеи боимся Змей Да Крокодилов в реках Да Ну конечно А здесь в Америке Разве их мало Этих опасностей Первая опасность Это Когда мы только Эмиграция началась Никто не понимал Опасности наркотиков Даже взять Я не говорю Там за курение За алкоголь Наркотики Когда-то В Советском Союзе Наркомане Это вообще была редкость В Днепропетровской области В Першотравенске Судили одного наркомана Я там тогда работал После техникум На практике И когда судили Так там актовый зал Собрался Наркомана живого Увидели Вот тогда А здесь в Америке Наркомания Настолько распространена И я Как отец Своих детей Юрий Ты знаешь Пришлось работать Но я находил времена Я просто сажал своих Они были еще меньше И я конкретно говорил Не вздумай Всяк наркотик в школе Я не говорю Там за сигарету И ты знаешь Вот как 35 глава Иеремии Мы читаем Дом Риховитов И она дав отец Чаши вина Поставили Но они что Сказали дети Не будем Потому что наш отец Завещал Завещал И мы не будем Ты знаешь Юрий И если говорить Сегодня даже В наше время Допустим Вина Я не говорю Я не говорю Я не говорю даже Людей О людях Которые далеки От Бога Как небо Далеко от земли Но пользуясь Некоторой информацией Вот И общаясь Рядом С служителей Приходится Выслушивать то Что эта пагуба Она коснулась Очень многих Очень-очень Многих К сожалению К сожалению И к стыду Поэтому Насколько Насколько Сильным И эффективным Влиянием Со стороны отца Является Его Не просто запрет Но его воздержание Собственный пример Он этого не делает И детям Этого не желает И даже Если он сам Это делает А детям говорит Не делайте Не делайте Бесполезно Бесполезно Да Это эта сторона Вторая сторона Наверное Реалии Нашей современности В Америке Где так все Где жизнь Поистине суетна Всевозможное Давление Бизнеса Окружающей среды Билы Надо оплачивать Дома покупать Продавать Машины заправлять И прочее То есть Это ставит В рамки отца Быть очень занятым Дабы семью прокормить Билы оплатить И в их глазах Не выглядеть Несостоявшимся Американцам В Америке И поэтому Очень много Есть крен В то Что они Зарабатывают Зарабатывают Один лично Плакав Плечо И говорил Я же все делал Для детей А трои Трои сыновей Покатились Не просто по наклонной Покатились В пропасть Вот Говорит Я же все Для их делал Значит Юрий Нельзя только Винить Здесь Вот родителей Несомненно Бывают Всякие ситуации Я не хочу сказать Что вот я Говорил детям И они такие Многие отцы Говорили И говорят Но увы Получается Другая картина Совершенная Ты знаешь Мне кажется Мы просто Как христиане Не успеваем Я не хочу Сказать Что вот мы Должны все Воспитывать Иногда Знаешь В церквях Даже можно услышать Вот Воскресная школа Это не все Надо дома Правильно Воскресная школа Должна Содействовать Правильному развитию И воспитанию И родители дома Но как ты говоришь Занятость Гонка Не дает Не оставляет Времени Воспитывать детей Но даже бывают случаи Когда родители Папы и мамы Прилагают усилия Находят время Говорят Молятся Тем не менее Дети уходят в мир Идут в тюрьмы Сидят в тюрьмы То есть здесь нельзя Поставить резкую границу Здесь что-то Мы не успеваем Это правда Настолько большое давление Мира Запада Вот я люблю Это выражение Запада Ты знаешь Все-таки Надо отдать должное В той стране Где мы выросли Восток Ты знаешь Надо отдать должное Ну да Были Несомненно Некоторые Отдают должное Мусульманским Даже странам Но для меня Это не показатель Говорят Вот они в парадже ходят И нам надо в парадже Ходить Женщинам Но все-таки Согласись Того что Как мы говорим Мораль была Опасности Мораль была Которые сегодня На западе Их очень много Ты помнишь Даже взять Ты знаешь Где мы жили На светлой Там где интернат был Интернат был А сейчас интернет А теперь интернет Совершенно верно Интернет способствует Тоже разложению И вот смотрел И возвращаясь К финансовой составляющей Семейной Я не могу забыть Одного момента Когда Со мной работал Один человек Не так давно Я его просил Член церкви Член церкви Там даже Один из служителей Говорит Юрий Моя жена Меня постоянно Клюет Клюет Ну Я знаю Это слово Я говорю А в чем Твоя проблема Она говорит Постоянно клюет Что я мало денег Приношу И он Говорил Это на полном Серьезе И я вспомнил Я вспомнил Свою жену Наш достаток По сравнению с ним Намного ниже Финансовый Это я не плачу С плечом Но с тем Что И ни разу Мне моя жена Ни разу За много лет Нашей совместной жизни Ни разу не сказала Что Юрий Ты мало денег Приносишь там Или у нас Малый финансовый бюджет Но я много раз слышал Что она говорила Слушай Нам надо усилить Наши молитвы Нам надо Более чаще Молиться Хотя мы молимся Вот это постоянно Нам надо читать Слово чаще Я в контексте Нашей беседы Об отце Я ни разу Этого не слышал Чтобы Отец маме сказал Или мама Отцу сказала Мы жили Скажем Небогато Вот Но из-за того Что отец Много работал Ради нас Нас семеро было в семье И не скажем Что мы бедно жили Сверх бедно Но и небогато Вот И ни разу Мы не слышали Из-за родителей Вот эту финансовую составляющую Когда они друг другу Ты мало Или ты много Или угоряли друг друга Я тоже не слышал Такого не было Ты знаешь Вот ты говоришь Моя жена тоже здесь Ни разу мне не сказала В Америке Ты мало приносишь Ни разу такого не было И вообще Если говорить за детей Мы оба воспитывали Воспитываем детей Молимся А что касается Да Нашего отца Вообще Я помню На Волынск Он уезжал там В Запорожье Еще куда-то Вот Сколько он Строил Да Перестраивал Все В шахте Сколько проработал И все Тяжело работать Тяжело И ты знаешь Но Может быть Там не было Таких бесед Вот как я говорю Нужно беседовать Вкладывать Воспитывать Сеять Может быть Даже Он этим не занимался Потому что Не было возможности Работал Ночную смену Но тем не менее В служение Мы ходили Все время Помнишь На четвертую шахту Одевали резиновые сапоги Слякать Не слякать Мы все шли В служение И мы воспитывались В служение Вот Поэтому Но вот это Сохранилось По сегодняшний вечер Помнишь Год или два назад Ты предложил Отцу Поехать Где-то на океан В среду И его реакция Была такова Как будто Ты его в блуд толкнул В его 80 лет Потому что В среду Среда вечером Для него Это святой день Так как и воскресенье Святой день Это служение И молитва И пятница Три дня в неделю И когда он Уприкнул тебя Что Поехать на океан Пропустить молитву Вечером Вот То есть Его реакция Такая То есть Оно сохранилось На всю жизнь Сохранилось На всю жизнь Прилежность Не будем оставлять Собрания наших Да Действительно Так Это те примеры Ходить надо Привыать в церкви Или ездить Я не люблю Слово посещение Я всегда попробую Слово прихожане Ты любишь? Прихожане Это что-то при Тоже не люблю Страшно не люблю Я не использую При Это где-то там Сбоку припеку Ты должен быть член церкви Прихожанин Это пришел Ушел Пришел Если видя эти добрые примеры Со стороны отцов В частности Тогда понятно Что Ему подобно Его дети Они будут следовать Не тому Что он увещевает Или говорит А тому Как он поступает И как он делает Это незыблемый закон Это закон Человеческого общежития Что нас притягивает Нас манит Образец И этим образцом То есть Этому образцу Мы будем подражать И в хорошем И в плохом А ты помнишь Детство Вот Когда На светлое Один? Нет Вот Каким ты вот Первые годы Своей жизни Ты помнишь? Я помню Когда мне мама Каким ты помнишь отца? Каким я помню Отцам? Помню молодым его Помню молодым Помню Что Что Отец Помню его молитвы Помню молитвы Хотя мне было Несколько лет от роду Но я помню его молитвы Ну ты знаешь Я Вот если Говорить За самые первые годы Жизни Когда еще Мы жили В Донецкой области В Дзержинске То Единственное Что я запомнил Это когда он Меня учил Ездить на велосипеде Сначала Он держал Сзади А потом Пускал Одного И когда Он брал Нас на речку И Мы сидели На берегу Он А это что за речка была Серьезно Я этого не помню А меня не было Одного Ну я Почему я это вспоминаю Я сейчас скажу И когда мы сидели Малыши Ты тоже сидел И Виктор Наш брат сидел Он нас брал Как-то умудрялся На велосипед Троих И возил нас Недалеко Там И я помню Он в размашку Там плывет По реке И ты знаешь Еще тогда У меня появилось Уважение К нашему отцу Наш сильный отец Мы такие сидим Малыши Он переплывает Реку Он наверное Сильный очень Ну он действительно Был такой И есть Высокий такой Вот сейчас Он немного изменился Но Именно вот Самые первые Печатления У меня остались На всю жизнь И ты знаешь И вот если даже Сегодня говорить Как мы знаем Вы уже говорили Отцу уже 80 с лишним лет Для меня он остался Был И остался Авторитетом По сей день Не тем авторитетом Где в тюрьмах Да Там тоже были Авторитеты Авторитет В хорошем смысле Этого слова Если он дает Мне какие-то советы Я слушаю советы Я уважаю Уважаю своего отца Ну и все мы дети Уважаем Ты я полагаю Уважаешь Ну я однажды Маме так сказал Говорю Мама Если Я в вашем возрасте Буду такими Как вы С отцом Я буду считать Что жизнь моя Состоялась И вот Почему я говорю По писанию Будешь долголетен На земле Если Там условия Есть Да условия Вот Это пятнадцатый или шестнадцатый стих Говорит У вас Тысячи наставников Но немного отцов А таких Из немногих Таких немного отцов Я не знаю Вашего отцовства Вот вы знаете И Бог знает Я не знаю Я не Не порицаю Вашего отцовства Но таких Как наш отец Как христианин Вот как христианин Как тот Который любит Бога Служит Богу Таких немного Вот об этом Мы и сегодня говорим Мы говорим О нашем отце А во свете Этого беседа Нашего разговора В нашей беседе Вы можете себя Увидеть Кивать головой Вот Может порицать Своё отцовство Вот Для бы Оно видоизменилось В лучшую сторону Ну и с нами соглашаться Друзья Напишите нам Кстати письмо Напишите письмо О вашем отце Обязательно зачитаю Это В ближайших программах Мы зачитаем Вот Что вы Что такое яркое В вашем детстве В вашей молодости Даже в настоящем Вы можете Вспомнить Вы можете Вот Ну подчеркнуть Где-то Вот что Влияет Или повлияло Вот на вашу жизнь На ваше становление На ваш характер Нам говорят Что мы Вот Как-то мы более Характерами В отца Да Это Это правда или нет Мне говорят Вы в отца пошли Вот Более В каком смысле В отца Ну более Похожи на отца Нет Даже не Характером Характером Да Хотя Наверное Кто-то мне Говорит Я больше Маму пошел Вот То есть Есть что-то Такое Оно естественно Даже генетически Передается Ну мы выбрали Взяли И от папы И от мамы Оба От обоих взяли Да Вот Я еще Юрий Хотел Вспомнить Другого Нашего дедушку Это Павла Степанович Маме Маме Да Мамин отец Это тоже Поскольку мы Сегодня говорим За отцов А дедушке Это что же Это тоже был Особый экземпляр Да Особый И вот я хотел Тоже за него Несколько слов Сказать Все же таки Он тоже и узник И я хотел Прочитать Здесь Как мама Описывает За своего Папу Нашего дедушку Это я сейчас Прочитаю Здесь маленький Отрывочек Поскольку мы говорим О послушании Что дети должны Повиноваться родителям О долголетии И вот смотри Как она Пишет здесь Мама Свои воспоминания Однако в доме По утрам И вечерам Регулярно проводились Совместные молитвы Отец Неусыпно Неусыпно Трудился Над нашими душами И верил Что получит Плод В свое время Это Это ее отец Наш дедушка Это уже не Леонтий А Павел Леонтий Степанович Это по папе Дедушка И этот Степанович Только Павел Фамилия Кулинич Мы очень любили Своего отца Его слова Были для нас Неоспоримым Авторитетом А его действия Заслуживали Подражания Постоянная Забота отца О наших душах Не прошла Бесследно Вот это да Даже будучи уже студентка Я принял решение Никогда не связывать Свою судьбу С неверующим человеком Чтобы не причинить Боль моему отцу Ну и конечно Господу Это сильно Золотые слова Юрий Эти слова Должны быть Гранитом Вырублены Вот в наших Скажем так В наших семьях В наших домах В нашем мировоззрении Вот Христианском Действительно Мощный авторитет Своего отца Своих родителей Поэтому Алекс, наш час пролетел Очень быстро Что ты последнее скажешь Вот Нашим Нашим зрителям Отцам особенно Папам Дедушкам Я хотел бы сказать Всем отцам И молодым И постарше И провести Такую мысль Если Знаешь Юрий Я в последнее время Вот Читаю Стараюсь каждый день Читать Ветхий завет Ну по порядку Да И ты знаешь Мы как-то привыкли Вот надо читать Новый завет Мы в новом завете Старый завет Как бы уже На втором месте Но старый завет Нам открывает Характер Бога Вообще Не только характер Вообще Открывает нам Бога Так отца Ты помнишь Когда мы были В Израиле Вот в ноябре Да Там один Был браток с нами Интересный И его Библия была Библия С разными цветами Блинов Блинов Алекс Блинов И я когда увидел Его Библию Разные цвета И я обратил внимание Что те слова Которые Бог говорит У него отмечены Одним цветом Совершенно Ты знаешь Настолько Его пример Подействовал на меня Я сейчас Те слова Которые Бог говорит Я отмечаю Тоже Желтым цветом Именно Те слова Которые Бог говорит Чему я это веду? Если Бог Сказал То ли в Ветхом завете То ли в Новом завете Поступать Отцам Ну и матерям По отношению к детям Таким-то образом Делать то-то То-то То Бог не ошибся Бог не ошибается Это же Бог Создавший Всю Вселенную Все миры Все галактики Он же не ошибся Если он оставил инструкцию Мне нравится Как переводится Байбл по-английски Может быть Кто-то из наших телезрителей Не знает Я думаю Будет интересно сказать Байбл это Basic instruction Before living earth По-русски это Простая инструкция Перед тем Как уйти в вечность Ну Простая или основное Основное Руководство Передоставлением земли Или так Как ты сказал Можно перевести Basic instruction Before living earth То есть Если есть заповеди Для отцов Для матерей Для детей Мы их должны выполнять И тогда мы Будем иметь успех На этом друзья Мы окончим Спасибо Алекс Это было здорово сказано Будьте благословены Оставайтесь на импакте Помните Иисус Христос Любит вас Мы так же любим вас Будьте благословены Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!